У нас сегодня с вами первый сбор команды. Ты денег зарабатывать хочешь? У меня ничего не делало. Уже личный бренд все убит. Я увидел первую проблему. Нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы твое время превратить в деньги. Вперед! Шуруем к другим. Сам сделаю, никому не доверю. И это должно стоить 3000 долларов, а не 30. Нужно повышать уже стоимость своей индивидуальной работы. Я надеюсь, они все подружки не смотрят меня, потому что это будет палево страшно. Я тебе один способ рекомендую, как это сделать безболезненно, максимально. Это для тебя мало денег. Убери сейчас эту мысль. Хорошее шоу получается у нас. Всем привет, друзья. Ну что, похоже, наступило новое утро, новый день. Я почти проснулась. И сегодня у нас новый выпуск. И этот выпуск уже будет для нас немножечко совсем новым, потому что сегодня у нас к нашей героине Оле приедет ее команда. Как отлично. Это палево? Лена, я этого не ем. Доброе. Вот, понимаете, вот так вот палят меня просто. На самом деле это новая диета. Ермиловская называется. Попробуйте, кстати. Все подружки мои, обязательно попробуйте эту диету. Сегодня Оля Миняйла. Как вы помните, Оля у нас педагог по английскому языку. И сегодня она приедет к нам для того, чтобы познакомиться со своей командой, для того, чтобы рассказать о том, о чем она думала, да, о своей стратегии. Мы получили заранее от нее домашнее задание, поэтому уже немного готовы. И понимаем, что Оля думала, правильно развивалась. И, честно говоря, некоторые идеи ее мне очень понравились. Сегодня у нас будет два члена ее команды, потому что третья девочка, которая к нам приехала, вот вчера она прилетела из Белоруссии. К сожалению, должна была вернуться. У нее началась какая-то проблема со здоровьем. Ну, такое бывает. И она сказала, что она готова работать сейчас, начинать в онлайне. Поэтому все это у нас состоится. Ну, собственно, сегодня будем все это разбирать, смотреть. Большая благодарность вам за то, что вы после прошлого выпуска оставили так много комментариев. Я уверена, что Оля это поддержит и задержит, кстати. Не могу не похвастать. Наши книги «Зажигалка». Я напоминаю вам о том, что для тех, кто внимательно смотрит выпуски, пишет классные комментарии, помогает, отвечает на вопросы, я в каждом выпуске разыгрываю по одной книге. Вы можете в разделе «Сообщество» на YouTube посмотреть. Я там выкладываю имена победителей. А также вы можете заказать себе эту книгу. Помните, что это книга, которая заставит вас захотеть. Поэтому обязательно вы можете ее заказать, и она приедет уже к вам, потому что второй тираж у нас уже находится в наличии. Ну, собственно, я пока немножечко чайку и на диетку. Ребята скоро подойдут все вместе, и Сергей тоже. И мы начнем. Давайте для начала мы напомним всем, да, и вообще познакомим с тем, кто у нас есть. Ну, это наша Оля. Героиня. Ты такая серьезная. Наша Оля. Как правильно Олю назвать? Ольга Миняйла. Нет, Ольга Миняйла я знаю. Как тебе представить? Давай ты сама себя представишь. Ты? Куч по английскому языку. Я так себя представляю. Все, коуч по английскому языку. Я же училка хочу назвать. Как это будет? Титчер. Титчер, да, правильно. Тоже можно пойти у меня. Так, Марина Ткаченко. Марин. Я заняла. Давай пару слов тоже о себе напомни. Кто ты, что ты, откуда? Фотограф. Город Кривитюк. 15 лет как? Привет, вспомнил. Мы с Мариной проводили онлайн. Она там была. Мы с Мариной проводили кастинг онлайн. Марина сказала, что она хочет каким-то образом выразиться и как-то интересно поучаствовать в проекте. Я думаю, что это как раз будет возможность именно выражения. Я думаю, что не только как фотографа, кстати. Это тоже сюрприз. Так, и еще у нас одна девушка. Чье имя помнит Сергей? Яна. Яна. Он помнит Яна. Яна, тебя все помнят. Ты видела, как бурно на тебя отреагировали в комментариях все, кто тебя увидел? Да. Лично в комментариях. И тебе приятно было? Мне? Да, но это же ответственность. Хочется же оправдать. Доверие. Аман, который получил. Да я вообще как бы классная, поэтому я это ожидала. Это нормально. Хотела бы задать вопрос, кто те люди, которые не написали обо мне ничего. Так, Яна у нас стилист. Стилист. Вот. И сразу же понятно, по какой причине Яна здесь. Так, первым делом давайте начнем все-таки с Оли. Потому что у Оли стояли перед тобой задания, которые ты выполнила и прислала. Как мы, в общем-то, и говорили. Давай ты расскажешь о том, что происходило за этот период времени, о чем ты думала и что ты для себя собственно решила. С чем ты сегодня пришла? Ну, первое, странные вещи начали происходить. Я об этом писала, что я начала вот сравнивать ту сумму, которую я зарабатываю на час, заходить в магазин, даже продуктовый, и прицениваться. Вот что я могу купить на эту сумму. И у меня какой-то, знаете, такой мрак. Хотя, если, конечно, сравнивать с Киевом, я заходила на сайт, смотрела киевские цены, преподаватели, тут на порядок выше они, конечно же. То я, как бы, даже не в центре, не проработаю. Поэтому, вроде как, и не могу поставить эту цену, но в то же время я понимаю, что цены вокруг растут, и это реально мало. Уже хотелось сразу повысить, но я ничего не делала. Думаю, должна пройти вторая съемка, чтобы мы могли это от вопросов говорить. Вот, понятное дело, что нужно дальше развивать над личным брендом работать, постоянно повышать квалификацию. Как бы это, я как бы это сама люблю и не прекращаю. Промониторила некоторые онлайн-школы, программы, посмотрела, что туда входит, сколько это стоит, какой контент они выкладывают. Как бы приценилась, подумала, какие проекты я могу организовать. Вот. Но, конечно же, всегда ступоров во времени. То есть, когда я к вам шла на проект, я думала, что будет, как бы, другой преподаватель, наемное лицо, которое, моя идея, я как бы организовываю, а кто-то помогает. Но вы все увидели по-другому, и теперь я, как бы, пыталась понять, представить себе, как это можно все организовать, чтобы я могла, как бы, у меня шел текущий поток, денег, да, который у меня на данный момент есть, и в то же время организовать онлайн-проект. Вот это я пока для себя еще не выяснила, как это все. И я, как бы, хотелось бы всецело отдаться, как бы, дома помощница по дому нашлась новая, делегировать тоже этому учусь. Ну, смотри, давай начнем по порядку. Первое, у нас была задача понять, в какой нише, да, то есть мы говорили, что нужно найти узкую нишу. Ты написала, по крайней мере, в задании, что ты все-таки хочешь сосредоточиться на разговорном для путешествий онлайн. Потому что все, кто интересуется, за вот эти последние две недели люди продолжают мне звонить, а мне им брать некуда, чтобы вот так индивидуально, тет-отет, по скайпу работать. И основной поток людей идет, потребность в разговорном для путешествий. Это больше всего. И как бы, я, собственно говоря, в этом и специализируюсь. Мне нравится вот это направление. Следующий момент, что тоже мне понравилось, то, о чем ты только что сказала, в принципе, это на вопрос, почему именно я. Ты написала, что lifestyle is English, да. Как бы не хочу использовать слово учить, вот. Хочу, чтобы это было, как бы, частью жизни, да, такое. И мне это очень импонирует. То есть, потому что действительно все, что связано с учить, зубрить, у нас есть такая несколько аллергическая, да, реакция на это дело. А то, что может стать частью твоей жизни, как бы легко войти через что-то, просто через что тебе нравится, это как бы очень классно. Но я увидел первую проблему, ты правильно ее прорисовала, что нет времени. Потому что сейчас, когда ты начинаешь все перестраивать, время тебе очень понадобится. И очень правильное действие сделала, нашла персонал домашний. Потому что самый первый сотрудник, который должен быть, это домашний персонал. Потому что зачем тебе нанимать какого-то помощника, если ты в то же время сам там дом убираешь, готовишь, что-то такое делаешь. Поэтому самое первое, что нужно делегировать, это домашние заботы. Время сразу освободится много. Второе, что я считаю, тебе нужно все сделать, это повысить цены на свою индивидуальную работу. Во-первых, тебе нужна какая-то часть клиентов отпадет, и это нормально. У тебя освободится время. У тебя освободится время. Но в деньгах ты не потеряешь, потому что тех, что останутся, будут, в принципе, компенсировать вот эту потерю. У тебя таким образом освободится время. Тебе в любом случае нужно повышать уже стоимость своей индивидуальной работы, если ты хочешь делать... Мы же будем масштабироваться за счет групповой работы. Да. В группе это будет дешевле стоить, чем индивидуально. Твоя задача сейчас, чтобы человек, чтобы люди тебе платили в группе столько, сколько тебе сейчас платят индивидуально. Там сколько, 200 гривен там в час, да, например. Это человек в группе должен платить. А индивидуально он должен платить там, ну, 400 тебе как минимум. Может быть больше. Но сейчас сама реши там, на сколько цену поднять. Ну, я бы поднял процентов на 50. Причем, если тебе некомфортно это делать, ну, там, со многими клиентами могут быть какие-то отношения долгие уже, да, и они там у тебя сто лет по одной цене, то я тебе один способ рекомендую, как это сделать безболезненно максимально. То есть ты говоришь, звонишь ему и говоришь, дорогой клиент, ничего не могу поделать, да, но мне приходится повышать цены, я очень этого не люблю, но мне приходится. Но для тебя, как самого любимого клиента, я тебе разрешаю, ты прямо, ну, допустим, до конца этой недели ты можешь купить у меня по старой цене сколько хочешь урок. Ну, или там 10, если тебе ограничения ставишь, да, например, можешь купить еще 10 или 20 занятий по старой цене. Но оплатив суммой. Только ты должен оплатить сразу вперед. Таким образом ты сразу получаешь большой чеп. Да, человеку как бы не совсем обидно, потому что, ну, как бы он понимает, и он может, у него есть еще возможность купить по старой цене, ты ему даешь эту возможность. У тебя есть плюс в том, что ты получаешь большим чеком сразу эти деньги. А если он не покупает, то нет никаких обид. Да, никаких обид. То есть у него была такая возможность, но он, там, у него нет, может быть, у него, может быть, ее нет, нет денег лишних, да, он там изымает потихоньку, там, и поэтому будет платить просто дороже потом, да, либо уйдет. Тоже нормально абсолютно. Тебе придется все равно повысить эту стоимость, никуда от этого не деться, и поэтому нужно начинать. И предупреди, что там через месяц, через два будет еще одно повышение. И таким образом ты их, ну, ты их можешь, они могут не отваливаться, ты их просто переводишь в группу. Ты их должна переводить, предлагать им вариант, смотрите, или я тебе предлагаю перейти в групповую работу, там будет стоить не 200 гривен там, а, например, 100 гривен в час. И это тот же проект онлайн, да? Не важно. Ты их объединяешь просто в группу. Ты же говоришь, что дети у тебя занимаются группами, да? Ну, вот этих, какие, кого там, ты поднимаешь цены и просто делаешь вместо индивидуальной работы, для тех, кто выпадет, ты делаешь просто группу, в которую потом людей добираешь уже. Ну что, вы готовы? Я ждала, ждала этого момента. Это волшебная коробочка. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание на детали. Это коробка с очень красивой лентой, на которой написано Крис Бук. Бук все знают. Теперь будут все знать, кто такая Крис. Помните, мы снимали программу о Кристине Смирновой, у которой был в своем кафе, ездила к ней в Кременчуг. Сейчас Кристина запустила новое направление. Вот такая красивая коробка. Сейчас, боже, мне даже жалко развязывать. Вот такая красивая коробка. Так, Крис Бук. Это новый сервис продажи и аренды книг. Вообще, представляете? Давайте посмотрим, как это выглядит. Лисочек. Ооо, и тут книга. Книгу можно заказать. Эта книга называется «Разбуди в себе исполина» Энтони Робинси. Кстати, я клянусь, я хотела эту книгу прочитать. Я ее даже закачивала, но она ужасно как-то у меня там делалась. Ой, какие-то тут листочечки красивенькие. Ааа, мама дорогая. Так, здесь есть специальные бумажечки. Наверное, для пометочек, которые нужно делать. Есть вот такой красивый карандаш красненький. И здесь есть вот такое письмо. Так, давайте посмотрим. От руки написано. Здравствуй. Ты держишь в руках удивительную книгу. Пусть она подарит тебе отдых, спокойствие и новые знания. Внутри книги закладка. Используй листочки для того, чтобы записать самые важные мысли. Возьми карандаш и начни удивительное путешествие. И помни, ты прекрасна. С благодарностью, Кристина. Очень круто. Очень круто. Мне очень это нравится. Значит, суть какая? Вот, кстати, такая красивая закладочка есть. Посмотреть. Которую вы можете себе на страничке делать. Суть очень проста. Вы можете перейти на Кристину инстаграм, который сейчас появится здесь на экране. И будет ссылочка внизу. И выбрать для себя книгу. Или, может быть, не для себя, а сделать кому-то такой приятный подарок. Но у нее есть еще одна потрясающая совершенно идея, которую она начала воплощать. Вы можете выбрать себе книгу в аренду. Книгу в аренду всего за 50 гривен. И вам ее пришлют. И вы ее сможете почитать. Мало того, нету никакой залоговой стоимости. То есть, по сути, вам присылают такую книгу за 50 гривен почитать. Да, книга может быть уже, естественно, не новой. Но она будет в прекрасном состоянии. Потому что другую вам не пришлют. Вот такой удивительный сервис. Дорогая моя подруга Кристина. Я тебя поздравляю с тем, что ты запустила направление, которое тебе нравится. Я уверена, что оно принесет тебе много счастья, удовольствия, довольных клиентов и денег. Я вам хочу сказать, что после выпуска с Кристиной в Кременчуге было огромное количество комментариев о том, какая она удивительная. Обязательно подпишитесь на ее инстаграм, читайте ее, вдохновляйтесь. Замечательная, прекрасная. Сейчас Крис, кстати, занялась, знаете, таким женским делом. Она решила изменить свою фигуру. И каким-то неимоверным образом растаяла на глазах. Счастливая, красивая. И я очень хочу, чтобы каждый из вас также находил то дело, которое будет помогать ему расцветать. Обязательно воспользуйтесь вот таким классным сервисом. Пришлите такой подарок своему дорогому, любимому человеку, подружке. Это не стыдно, когда приходит тебе вот такая красота. И очень приятно. Так что подписываемся на Кристину. Тут еще есть конвертик, слушай. Еще открыточка есть. Внутри тебя вселенная. Как-то она ко мне попала. Это, наверное, правда про меня. Для того, чтобы лучше продавать группы, нужно всегда, это знаешь, для того, чтобы лучше продавать индивидуально или лучше продавать в группе. Ты всегда должна показывать людям приоритеты. Например, если ты продаешь в группе, ну или ты просто делаешь разное описание, да. Ты пишешь приоритеты работы в группе. Ты говоришь о том, что это компания, ты говоришь о том, что есть с кем общаться, ты говоришь о том, что это соревновательный эффект. Например, вот я занимаюсь стрейчингом, и у моей Ани есть группы. И она говорит, вот в группах самое забавное то, что когда вечерние группы, ну в 7-8 вечера. И они там колбасятся, да, особенно там еще кто идет по сбросу веса, то есть такие интенсивные тренировки. И она говорит, вот становится одна девочка на мостик, вообще не может никак встать, говорит, ну вот просто валяется. И говорит, Аня, у меня нету сил, я не могу вытянуть руки. И тут, говорит, рядом с ней. Вторая кряхтит и стоит, и та говорит, ну нет, я сейчас тоже встану. То есть вот этот соревновательный эффект, он очень сильно включается. Я, например, в 19 лет, когда начала ходить в фитнес-клуб, я ходила там, где много мужчин. Потому что я там никогда не уставала. Я ему очень старалась делать упражнение правильно. Стоит зайти в пустой клуб, это вообще уже неинтересно. Поэтому вот набор того, что может быть преимуществом, ты говоришь. В индивидуальной работе, естественно, ты говоришь, я уделяю внимание только вам, мы работаем только по тем задачам, которые стоят перед вами. Поэтому как бы всегда важно показать людям и там, и там, какие есть плюсики. О недостатках говорить не стоит. И вполне возможно, что для многих людей это будет круто. Ну, то есть они скажут, да, здорово, меня вообще не смущает. Я, может, и хотела в группе поработать, но мне не хотелось вас бросать, вот. Потому что я уже к вам привык. Она все время говорит про этот марафон. Но мне в твоем марафоне исключительно не нравится одно. То, что 30 дней марафона какого-то, которого ты себе придумала там, стоит 30 долларов. Мало. Я провожу, сколько тебе времени нужно на этот марафон уделять в день? Ну, если все материалы готовы, то все равно это все загрузить. Но это вообще круглосудачно, честно говоря. Потому что в чате пишут постоянно. Я предлагаю тебе марафоны делать чуть позже, когда ты наберешь клиентскую базу. Сейчас тебе нужна, потому что неважно, сколько у тебя там, 2 человека или 2000 человек, работа одинаковая для тебя. Вот смотри, у меня марафон в этом году вот сейчас стоит 100 долларов. Стартовал, по-моему, с 60. У меня это занимает где-то 2 минуты, пока я еду в машине. То есть суть марафона, с моей стороны, была создана как самый недорогой мой продукт, где люди, цель ключевая, что люди могут общаться между собой. Это люди, которые говорят на одном языке, то есть для которых нету какой-то шокирующей обстановки, потому что я это сама шокирующая обстановка. И для меня это занимает ровно 2 минуты. Вот. И в этом суть моего марафона была, когда я его там решила создать несколько лет назад. То есть это не то, чем я живу. То, что говоришь ты, это скорее похоже на такой групповой большой коучинг. И это должно стоить 3000 долларов. Поэтому то, о чем ты говоришь 30 дней, 30 долларов и твоя загрузка, убери сейчас эту мысль. Мы сейчас вообще тему марафона в таком контексте у тебя, я бы не рассматривала в принципе. Это для тебя мало денег, долгий процесс и огромное количество твоего времени. У нас сейчас какая задача? Ты денег зарабатывать хочешь? Of course. Ну, если of course, то тогда нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы твое время превратить в деньги. А если ты хочешь в очередной раз намылить себе попу, вот, и сидеть и не знать, куда бежать дальше, понимаешь, эти деньги, вот, это ты умеешь. А я умею делать по-другому. Поэтому давай мы несколько перестроимся. Наша задача сейчас ключевая понять. То есть если мы говорим о том, что у нас разговорный для путешествий мы делаем, значит, мы сейчас создаем Олю в этом направлении. И мы разрабатываем тебя, твой личный бренд, который связан с этим. Если у тебя есть уже, а у тебя есть клиенты, которые привыкли к другой Оле, ты для них можешь создать альтернативу. Первое, это какие-то онлайн-группы, да, которые были бы тебе интересны по цене и по количеству времени, где ты не живешь. И следующий момент оставить индивидуально уже значительно дороже. Тогда, когда ты понимаешь, что для тебя и то я тебе говорила о том, что, скорее всего, в будущем ты просто от этого уйдешь. Либо индивидуально будет стоить для тебя там, ну, очень дорого. Ну, я как раз так и думала. Просто как-то в этом году люди раз и пришли все вместе. Смотри, а тебе сейчас нужно что? Для того, чтобы тебе набирать большие группы, тебе нужна большая клиентская база. Чтобы собирать клиентскую базу, база собирается на что-то, как правило. На какой-то, ну, должен быть какой-то продукт хороший, бесплатный, под который ты можешь людей собирать, контактные данные людей. И вообще на себя присаживать начинается. На себя присаживать, да. То есть это какой-то, ну, это, скорее всего, я думаю, что это запись какого-то твоего мастер-класса. То есть ты ее должен записать. Сначала его подготовить, записать. И это должен быть очень крутой мастер-класс. С продолжительностью, наверное, ну, там, может быть, в одно занятие, там, час или полтора, в течение которого человек, который вот его смотрит, у него должны быть сплошные инсайты на протяжении всего мастер-класса. Он должен понять, что английский – это легко. Он должен понять, что ты должна ему показать, убрать те барьеры, которые у него есть. Что это легко, что он может это себе позволить, что для этого не нужно много времени по твоей методике, что это увлекательно, что это прикольно. Ты должна продемонстрировать, как работает твоя методика прямо вот здесь, что результаты прямо сразу же, то есть у него сразу же должен появиться какой-то результат, и он должен прямо сказать, вау, круто. Я посмотрел этот мастер-класс и прямо прозрел, я уже английский почти что знаю. И вот сейчас приду, да, уже вот так вот. Это очень круто. Потому что твоя сейчас задача, ну и вообще то, над чем девочки должны поработать, как мы считаем, да, это все-таки сделать из тебя хороший бренд, сделать из тебя хороший бренд Оли, коуча по английскому языку, которая специализируется у нас в разговорном, для путешествий, да. Вот, то есть ты должна стать олицетворением такой Оли, твои соцсети должны стать олицетворением такой Оли, все, о чем ты говоришь, должно стать олицетворением такой Оли, то есть у тебя должны появиться, ты, во-первых, должна каким-то образом показаться, да, интересной, привлечь внимание внешне, ну, начинаем с этого, это важный аспект. Затем тебя нужно каким-то образом показать, очень интересно, не банально, да, Оля, портретик, который стоит, а каким-то образом, потому что мы сейчас будем работать с твоим инстаграмом, соответственно, ты должна быть там привлекательной, интересной, не знаю, ты живой, эмоциональной. И вот эта задача ваша будет сейчас как команды, помочь Оле создаться, то есть не просто взять, и вот очень часто такие совершаются ошибочные вещи, когда мне нужен фотограф, ну, там, я не знаю, как, отфоткай меня как-то, да, там, мне нужен там еще кто-то. И в результате человек на себя смотрит, вообще, то, что получилось, оно такая какашка, знаешь, вот вообще не отображает ни человека, ничего, тот, кто написал тексты какие-то, он вообще написал что-то, ну, там, 36 знаков надо было, или 360, да, и 4 раза слово коуч написать. И все это очень интересно, поэтому сейчас ключевая задача это создать продукт, и тот, который ты будешь продавать, и себя как продукт, и как личный бренд. Это сейчас задача, потому что мы, я вижу продвижение, как я и говорила в прошлый раз, через личный бренд, через личный бренд. То есть тебя нужно будет, тебе нужно сейчас придумать, с чем ты пойдешь, в чем твоя методология заключается, оформить это, да. То есть ты сказал, окей, как у тебя здесь написано правильно, лайфстайл, да, как бы лайфстайл из English, замечательно. Это нужно донести до людей, потому что что такое продукт? Продукт – это то, что мы себе придумали. А с помощью упаковки, с помощью того, где мы это публикуем, что мы об этом пишем, как мы это подаем, потому что наша задача – человеку донести свою идею, переложить ее в голову другому человеку, понимаешь, создать вот такой вот мостик. Потому что очень часто нам кажется, что мы, ну, понятно же, что мы, понятно же, что я продаю, ну, понятно, что мне кажется, а ничего не понятно. А ничего не понятно. И это необходимо обязательно сделать. То есть тебе необходимо будет в этом всем абсолютно перепрошиться. Вы знаете, одна из ключевых проблем, которую я наблюдаю и у наших участников, и, собственно говоря, у всех, кто меня окружает, это то, что вы все делаете очень много действий, особенно те, кто хочет проснуться, вот, и очень так активно бегаете, бегаете, что-то делаете. Но результаты это все приносит очень мало. И когда мне задают вопрос, как вы все успеваете, у вас есть какой-то личный тайм-менеджмент, план, вы знаете, на самом деле, я уже давно поняла, что самым главным является нечто другое – не делать много, а делать правильные действия, вообще разделить все свои действия на правильные и неправильные, проанализировать, что приносят вам деньги, а что нет, и убрать хаос. Для этого есть определенные схемы и системы, это несложно, но к этому себя нужно приучить и однажды просто проработать это. И для того, чтобы у вас была такая возможность, я решила 25 октября провести онлайн-мастер-класс, на который вы можете попасть, и назвала его просто «Стоп хаос, привет деньги». Для того, чтобы деньги были, на них нужно сосредотачиваться. Если вы ставите себе какую-то определенную цель, грамотно сосредотачиваетесь на ней, и при этом убираете 80%, а порой и 90% действий, которые вообще вам не нужны, но которые показывают вам, что вы такие, блин, суперэффективные, тогда начинает все получаться. Поэтому я жду вас 25 октября в 19.00. Для того, чтобы попасть на этот мастер-класс, вам необходимо перейти по ссылочке внизу под этим видео, почитать всю информацию, зарегистрироваться, ну и, собственно, до встречи 25 октября. Не пропускайте эти возможности, потому что вместе, как известно, гораздо проще и легче. «Стоп хаос, привет деньги». Девчонки смотрели эфир тоже. Давайте вы все-таки скажете своих несколько слов о том, что вы думаете сейчас. о боли, да, о том, чем она занимается, как вы себе это, есть ли какие-то сейчас идеи, какое-то видение. Яна уже вижу машутками. Прямо чувствуется так, рвется, рвется, стартану. Я хотела сказать, в Инстаграме, да, мы все живем в Инстаграме, вообще мы встретились с нами тут, благодаря Инстаграму все изначально оттуда. И таких обучающих аккаунтов там не так уж много, но есть одна российская девочка, она учит грамоте русского языка, правильно ставить ударение и правильно всякие там такие моменты, которые мы не помним со школы. И она делает это настолько круто. Каждый день у нее выходит пост. Конечно, в перемешку есть ее личные фотографии, есть личные там какие-то статьи для настроения, но каждый день и в сторис, и там бывают какие-то именно на русский язык. Хотя это реально скучно, ну, если так взять, по большому счету, кому интересно изучать ударение. Но все мы хотим выглядеть грамотно, и она очень... Вот я сейчас найду аккаунт, если у нас перемена, между уроком и английского языка. Да, я дам это самому, можно это взять на вооружение, именно такой подход интересный, не банальный, именно что связано с языком. И люди на это подсаживаются, люди, у кого это его боль, то, что он не может английский язык выучить, он подсаживается, и каждое утро он начинает с вашего аккаунта, потому что он хочет выучить хотя бы словечко, хотя бы какое-то словосочетание. Особенно если это делать так круто, как лайфстайл. Ну, тут еще нужно, так, какой-то свой стиль найти себя, это нужно пробовать. Я, получается, создала отдельный аккаунт в Инстаграме, и хотела с вами посоветоваться. Это лучше в перемешку с личным делать, или все-таки пускай отдельно будет. Я наблюдала за другими, то у них в основном отдельно идет. Я смотрела выпуск и залезла в Инстаграм тоже, посмотрела, есть ли подобные аккаунты, они есть, их много по-английскому, и в основном они все в стиле лайфтру, то есть, и вот то, что ты задала вопрос, там, личное и рабочее, то есть, мне кажется, это должно быть одинаковое везде. Все аккаунты, которые я просмотрела, они очень активные, веселые, они все жизненные, там нет такой вот здесь я коуч, а вот здесь там я мама. Смотри, конечно, это один аккаунт, в котором ты есть, да, потому что человек должен к тебе привыкнуть как к личности, и ты там и как личность, как живой человек, и как преподаватель. Вот, ну, очень хороший вот этот пример с ударениями, да, то есть, каждый день ударение. Я бы на твое, ну, это потестировал бы, во всяком случае, попробовал бы. Такую штуку, например, если это для путешественников, то каждый день какое-то, знаешь, очень много за границей, ну, таких устойчивых каких-то выражений, которые переводятся на самом деле, ну, если их переводить, да, буквально, то получается полный бред. Ну, я сейчас не помню уже, да, да, их вот полно, таких вот какие-то жаргонные, там, устойчивые выражения. Можно каждый день выдавать такое вот выражение какое-то и рассказывать. И человек каждый день заходит, и он какое-то интересное выражение себе, именно для путешественников, для того, чтобы он мог там этим как-то блеснуть, да, чтобы он вообще этим понимал. Ну, это хорошая вещь, мне кажется, для путешественников. То есть все-таки один аккаунт? Ну, вообще запомните, если мы продвигаемся через личный бренд, то нам не нужен смешанный аккаунт. Вернее, не нужен не смешанный, а разные аккаунты не нужны. То есть мы, очень многие, совершают такую крутую ошибку. Начинают под, ну, там, заниматься чем-то и начинают под все фигачить разные аккаунты. И в результате нету сил вообще вести эти аккаунты, не там, не там, абсолютно верно. Ты просто начинаешь зашиваться, заворачиваться. И я, например, тоже, когда в очередной раз думала, над тем нужен ли мне еще один аккаунт, а там для того я просто закрыла для себя эту тему и решила, что вот у меня будет один аккаунт, и дай бог мне с ним разобраться. Потому что это действительно очень сильно занимает время. Вот то, что тебе твой аккаунт нужно почистить, Первая ошибка, которая у тебя была уже в новом аккаунте, ты поставила там какую-то картинку, логотип. То есть, понимаешь, уже личный бренд все убит. Должно быть лицо, должен быть человек. Еще раз, если мы продвигаемся через личный бренд, значит, личный бренд это я. Я везде, я лицо на сайте, я. В инстаграме я. Везде я. В скайпе, по которому звонят, моя фотография, а не логотипа моего английского языка, понимаешь? Это личный бренд, узнаваемость. Это тот опыт, что люди тебя будут любить, хотеть читать. Кто-то будет приходить к тебе на английский язык, не зная вообще, что у тебя есть английский язык. Потому что ты прикольная Оля. А, так она английским занимается. Здорово. У кого-то будет наоборот. Но личный бренд, это как раз момент, когда мы притягиваем человека, потому что мы импонируем как человек. Это то, почему ценники другие. Человек не сравнивает английский и английский. Стилиста и стилиста. Он сравнивает конкретно этого. А это же Яна. Он не знает, сколько стоят другие стилисты. Да неинтересно, я у Яны хочу. А тут я у Оли хочу. Понимаешь? Вот это ключевой фактор развития личного бренда. Что люди хотят конкретно у тебя. Ты не конкурируешь с людьми по уровню услуг. Мне там говорят, а вот у других вперед. Шуруем к другим. Я никогда не выставляю, например, стоимость книжки, исходя из того, сколько книжка стоит в магазине. Да мне вообще плевать, сколько она стоит. Какая разница, сколько стоит у них книжка. Вопрос, во сколько я оцениваю свою эту книжку. По какой-то там причине. Дешевая или дорогая. Но я сама это определяю. Вот это очень круто. Когда люди могут себе так позволить делать. И это момент личного бренда. Когда у меня слушали клиенты, что там фотограф стоит 3,5 евро. За рабочий день что с дуба рухнули. Личный бренд. 3,5 тысячи евро. Тысячи. Ну непонятно. Никто не ожидал от меня услышать 3,5 евро. Соответственно, для того, чтобы во всем этом не запутаться. И для того, чтобы это все вы могли пережить. Мы думали с Сережей о том, как дать задание. Твоё первое действие, самое денежное. Ты повышаешь стоимость. И создаёшь какую-то группу, куда-то тех клиентов, которые отвалятся, в принципе, в эту группу всех. Ты подумай сама, насколько тебе на 50% или на 100% повысить эту стоимость. Вот по той технологии, которую я тебе сказала. Тебе нужно освободить время. Затем тебе нужно сделать мастер-класс. До следующей нашей встречи ты его должна записать на видео, этот мастер-класс. И нам прислать. Мы его хотим посмотреть. Я думаю, что мы его ещё будем дорабатывать. Но первую версию тебе нужно сделать. Вы вместе с девочками этим занимаетесь. Вы обсуждаете, общаетесь. Что это, как это. Опять-таки обсуждаем. Вам обязательно необходимо, Аяна, будет поработать над тем, как Оля может выглядеть. И это вы снимаете отдельно и обязательно нам присылаете. Как это будет происходить. Её перевоплощение. Я хочу, чтобы вы нашли способ с ней поработать над этим. Оля, ты можешь сказать, какая целевая аудитория у тебя сегодня? Я думаю, что, скорее всего, от 25. От 20 до 35-40. Семейные. Как-то у меня с ними одни ценности. Там, ребёнок есть и всё такое. То есть нам есть с ними о чём поговорить. Не забывайте о такой ещё важной штуке, что онлайн даёт нам огромное преимущество работать хоть по всему миру. И, соответственно, те цены, которые есть в нашем городе, они могут не иметь ничего общего. То есть ей не обязательно привязываться к своим ценникам. Понимаешь? Я теперь понимаю, почему девочки из Москвы меня пустили по сарафану в радио. Конечно. Девочки из Москвы вообще очень любят нашу дешёвую рабочую силу. Украинскую. Да, и не только девочки. И не только девочки. И не только из Москвы. Хорошее шоу получается у нас. Скоро всё пройдёт. Итак, значит, каким образом вы будете работать? Мы с Сергеем думали над тем, как нам дать технологию. Потому что нужно всё сделать пошагово достаточно. Очень чётко определиться со своим продуктом, очень чётко делать определённые шаги по своему личному бренду, очень чётко понимать, что будет конкретно в твоём случае служить упаковкой, на что необходимо обратить внимание. Поэтому мы решили, что вы будете проходить тренинг. Все вместе. Все. И ты, и члены твоей команды. Вы будете все проходить один тренинг, потому что тебе нужно очень круто упаковаться. Что такое тренинг вообще? В чём прелесть тренинга? Кто понимает? Ну, и навыки формируются такие. Есть территория, на которой можно проработать. Сергей, в чём преимущество тренинга? Ну, преимущество тренинга – то, что в нём сконцентрированная и упакована информация и опыт. То есть сконцентрировано и упаковано. И дано это системно. Потому что одно дело, когда мы получаем, мы можем пойти на YouTube, ещё где-то в интернете, поискать информацию и какие-то крупицы найти. Но мы всегда не очень понимаем, например, какая информация правильная, какая неправильная. Какая очерёдность её исполнения. Бессистемно, абсолютно, хаотично. И ты не можешь никак приступить делать. Ты вроде бы какую-то информацию находишь, непонятно, что же делать, с чего начинать, куда двигаться. Каша получается полная. У тебя, кстати, была на прошлом съёмке каша. Вот тренинг, он выстраивает систему. То есть есть начало, есть конец, есть какой-то конкретный результат. Ты решаешь конкретную проблему на протяжении этого тренинга. То есть ты стартуешь и доходишь до конца, и проблема твоя решена. Поэтому мы решили, что вы должны этот тренинг пройти. Но вообще он нужен тебе. Но мы подумали, что, наверное, раз вы будете работать в команде, это должны сделать все члены команды. Вас там четверо, четвёртый человек тоже будет с вами работать. Этот тренинг, который вау-продукт, он о продукте и упаковке. Он очень крутой. Его ключевая задача – это не просто создать, помочь вам продукт и упаковать его, а каким образом это затем продвигать через личный бренд. Поэтому он тебе подходит. Это будет сейчас касаться всех участников нашего шоу, потому что мы видим постоянный сбой, хаотичность и то, что людей куда-то уносит. Это 10 часов записанных уроков, если я не ошибаюсь, 14 уроков, которые вы должны идти пошагово, которые будут помогать шаг за шагом вам всё решать. Я предлагаю вам проходить один урок, вы будете его смотреть, затем вы будете совещаться, выполнять задания, помогать. Во-первых, это очень хорошо будет полезно каждой из вас, потому что каждой из вас по факту занимается продажей себя. И занятие фотографией – это продажа себя. У тебя вообще типичный личный бренд, плюс момент СММ. Самое главное, что вы структурировано сможете шаг за шагом, всё, о чём мы говорим здесь хаотично, вы сможете всё шаг за шагом делать, и мы будем смотреть. Если у вас будут какие-то непонятки, вопросы, вы будете говорить, что не получается, мы отлично это будем с вами дорабатывать, вы получаете самое главное, о чём Сергей не сказал, это как бы личный наш контроль. То есть мы по факту будем просто с вами прорабатывать каждое занятие, получать фидбэк, вы будете задавать свои вопросы, что получается и нет, и мы посмотрим, как это будет работать в вашем конкретном случае. Потому что я только создала этот продукт, я его ещё даже не презентовала, но когда мы начали думать над тем, какой план давать и как сделать так, чтобы у тебя были быстрые результаты, не так, что мы там сейчас за пять эфиров сделаем с тобой три поста в Инстаграм и две фотографии. Наша задача, а, засветить тебя как бренд, и б, помочь нашим девочкам, они же не просто так пришли сюда, как бы, для того, чтобы тебе помочь только, да, им тоже необходимо получить отсюда свой опыт, получить отсюда свои, скажем так, плюшки, да, то есть показать себя как профессионалом в этом деле, и, естественно, вместе с тобой помочь и самостоятельно увидеть себя как бренды и найти возможность проявиться и показывать себя в дальнейшем лучше и продавать дороже. То есть это наша, как бы, ключевая задача. Тем более, учитывая тот фактор, что ты сама продаёшь обучение, ты прекрасно понимаешь, насколько эффективно, когда у тебя есть наставник, который тебя видит. Кстати, когда, ну, вот, люди, которые, особенно, которые продают обучение, они должны обязательно сами покупать обучение. Если ты не покупаешь обучение, ты не можешь продавать обучение. Ну, это такой закон, вот оно есть. Если ты, например, сам занимаешься коучингом, у тебя у самого должен быть коуч какой-то, ты сам должен находиться в коучинге. Поэтому начинаем с этого, начинаем с этого и двигаемся, и проходим его под нашим руководством, вот, и получаем результат обязательно. Это будет очень сильно помогать, и помогать делать всё быстро, пошагово и правильно, и быстро. Потому что у нас всегда есть проблема именно с пошаговостью, понимаешь? Вот мы сейчас тебе, в принципе, ты можешь ничего не проходить, но ты сама запутаешься опять в трёхсоснах и будешь одни и те же ошибки совершать постоянно. Вот это, как бы, всегда так происходит. Ваше задание я бы вам порекомендовала, не то, что я вас буду в этом контролировать, но я бы хотела, чтобы вы приучились общаться сейчас каждый день. Это ваша сейчас творческая группа. Определили, когда кому удобно, чтобы у вас были созвоны, и чтобы вы совместно, что бы вы там ни делали, понятно, что каждый в своей компетенции компетентен, но чтобы вы совместно работали над тем продуктом, который вы делаете. И помнили о том, что это не только мы делаем что-то для Оли, а мы делаем это прежде всего с позиции того, что вам это должно быть интересно, чтобы вы могли себя проявить каким-то образом по-новому. Сделать не так, как вы привыкли, да, ну, отработали там, а именно могли себя проявить. И в том формате, учитывая, что Оле повезло, и она не платит вам деньги, вы имеете право выражаться в том числе. Потому что, когда нам платит заказчик, мы очень часто с чем сталкиваемся? Ну, с тем, что он так сказал. Кто платит, тот и танцует. Да, кто платит, тот и танцует. Мы идем у него на поводу. Кстати, Лена Петреско всегда рассказывает мне одну историю про стилиста. Когда ее любимый стилист, они были в Италии, и девочка одна из коллектива Лены отправилась на шопинг с этим стилистом. И все девочки очень сильно ждали, потому что им очень нравится, как этот стилист одевает, и они прямо все ждали. И, говорит, и когда она приехала, мы все побежали сразу же распаковывать ее сумки. Я надеюсь, что они все подружки не смотрят меня, потому что это будет палево страшно. И, говорит, и когда она достала вещи, у нас было легкое недоумение. Потому что, ну, они все между собой вообще не сочетались никак. При том, что, говорит, ну, то есть было как всегда. То есть у нее, в принципе, говорит, было как всегда. И мы сначала не поняли, а потом у Лены появился другой опыт уже работы. Не дружбы, а работы. И она, говорит, и я увидела одну очень четкую черту, что, говорит, я поняла, что было тогда. Она совершенно, ну, девушка эта, никого не слушает. То есть все то, что ты ей предлагаешь и говоришь, надо делать так, она все равно делает все по-своему. И, говорит, вот это оказалось, в общем-то, и разгадкой того, почему такой был ужасный составленный гардероб. Потому что, ну, ей сказали, что купить, но она решила все равно сделать по-другому. Я не понимала. Да, поэтому тут очень интересный момент волшебства может произойти, когда, Оля, ты будешь не настаивать на чем-то, в том числе, да, а постараешься тоже вместе с девочками сыграть и позволить себе, возможно, быть другой, позволить себе посмотреть на себя с другой стороны. Это очень важно в моменте изменений. Помните о том, что когда у нас что-то меняется, это означает, что мы начинаем делать что-то другое, чтобы изменилось, да, мы должны делать что-то другое, не то, к чему мы привыкли. Потому что очень часто говорят, измени меня, потом, не-не-не, штанишки я не ношу, очочки нельзя, пиджачок это не мой стиль. Поэтому здесь необходимо уже отдаться и довериться. Форма того, как вы это будете все делать, креативьте, как хотите. Я уже сижу и думаю, что, ну, я просто понимаю, что будет Инстаграм, будет вот этот мастер-класс, и я уже подумал, что я сам тебе настрою рекламу за это, за так просто. Просто мне самому интересно получить результат, потому что в Фейсбуке там, ну, у меня сразу масса идей, как это сделать в Фейсбуке. Я же, что ты делал тебе бесплатно. Но я хочу, мне интересный этот кейс, да, я хочу получить там результат. В Фейсбуке именно найти твоих клиентов, тех людей, которые, которые именно твои клиенты, которым интересно тоже для путешественников, целевую аудиторию. Потому что Фейсбук дает нам массу возможностей находить нужные нам аудитории. Просто я уже, знаешь, сразу вот я про этот мастер-класс подумал, я представил, какой он будет, и представил, каким образом мы на него будем собирать тебе толпы людей, которые будут твоими клиентами. Я это сам сделал. Сам сделаю, никому не доверю. Ну что, друзья, в перерывах между работой я работаю. Как видите, такая работа у меня тоже есть. Это книжечки, которые отправляются сейчас к вам, которые я подписываю. И, собственно, кстати, мне кажется, второй тираж даже симпатичнее первого получился. Напоминаю, что такие книги вы тоже можете себе заказать. Если вам интересно узнать, собственно, мою историю, если вам необходима дополнительная мотивация. Вообще, в общем, если хочется расти и двигаться, то я думаю, что эта история, да я уверена абсолютно, она однозначно заставит вас захотеть. У нас закончилась встреча с девочками, они еще здесь, наверное, часа два оставались, общались между собой. И мне очень интересно, что сейчас будет происходить, потому что сейчас все гораздо круче. Во втором сезоне я, честно говоря, даже немного завидую нашим участникам и думаю, что участники первого сезона тоже завидуют. Потому что сейчас начинается все самое интересное, именно когда выключаются камеры, они начинают между собой общаться, начинают рисовать наполеоновские планы. И будет интересно понаблюдать, как будет проходить их общение за эфиром, какие будут результаты, как у них будет получаться совместно проходить тренинг. Кстати, я об этом тренинге еще ничего не говорила, потому что я его буквально недавно закончила делать. Но могу вам сказать о том, что он очень классно подходит тем людям, которые работают над созданием своего очень классного продукта, которые хотят здорово упаковаться, то есть выглядеть в глазах своего клиента именно так, как вы задумали, а не так, как, в общем-то, клиент сам что-то видит и ничего не понимает. Очень часто у нас самая большая ошибка в том, что нам кажется, что нашему клиенту и так понятно, нам кажется, что все эти смыслы, все то, что мы закладываем, как бы и так ясно. Плюс мы совершенно не используем силу своего личного бренда. Даже сегодня вопросы Оли касались того, нужно ли мне это делать на моей личной странице. Друзья, век личного бренда. И если вы сегодня не умеете себя упаковать как бренд, если сегодня вы скучные, неинтересные, и стесняетесь, не умеете, или просто не продаете сами свой продукт, не продаете с помощью себя самого, не делаете так, чтобы люди хотели иметь все от вас, потому что вы им симпатичны как личность, то вы очень многое теряете. И поэтому сегодня девочки все получили доступ уже к продукту, который называется ВАУ-продукт, как создать и упаковать свой продукт и продвигать его через личный бренд. Я оставлю на него ссылочку внизу, к сожалению, у нас еще даже не успели мы сами его нормально упаковать. Есть только описание, но мы оставим вам промокод, он сейчас вот здесь у вас на экране появится, с помощью которого вы можете ввести этот купончик, и приобрести этот тренинг по специальной цене. Если для вас эта тема актуальна, я вам очень рекомендую это сделать. Но в дальнейшем, я думаю, что вы сможете наблюдать за тем, как девочки будут по нему проходить, это очень удобно, потому что у нас всегда была проблема, что у нас всего 5 эфиров, и мы не можем давать слишком глобальные задания, потому что участники просто забывают о них. Сейчас с помощью структурированного тренинга, там 14 занятий, они будут его проходить, структурированно между собой общаться, находить свои инсайты, двигаться, и это будет очень удобно, поэтому я уверена, опять-таки, что второй сезон у нас будет куда плодотворнее, интереснее первого. Не забывайте о том, что вы также можете стать участником второго сезона, а может быть, уже и третьего. Для этого вам необходимо заполнить анкету, которая находится тоже здесь внизу под видео, и, собственно, вы можете стать как участником, так и членом команды, как вы сегодня увидели наших девчонок. Естественно, попрошу вас написать свои рекомендации в отношении того, что вы услышали сегодня, может быть, у вас уже появились какие-то идеи, обязательно подбадривайте наших девочек, следите за ними в соцсетях, в соцсети их тоже находятся под видео, следите, они обещали вещать о проекте, рассказывать об этом, поэтому обязательно наблюдайте между съемками, что происходит, как они развиваются, ну и посмотрим с вами, как же все-таки удастся им сдвинуться, и каких результатов получится достичь у Оли и у девочек. Ну, на этом я буду заканчивать, и, в общем-то, моя пауза между работой подошла к концу, мне нужно продолжать, потому что все эти книги сегодня нужно подписать и отправить. Подписывайтесь на наш канал, обязательно не ленитесь ставить нам лайки, писать комментарии, за классные комментарии я дарю такие крутые книжки, прям каждый раз смотрю и сама себе завидую, что это я написала. Все, друзья, всем пока, до следующего выпуска.